Не хочется Надежде Ивановне вспоминать то, что было 10 лет назад. Тогда ее трудолюбивые и заботливые сотрудники не получали заработную плату месяцами. Детский дом постоянно испытывал финансовые трудности. А ведь дети хотели есть три раза в сутки. Но постепенно жизнь наладилась. Надежда Ивановна рассказывает, что теперь заработная плата, хоть и низкими темпами, но растет. Питание в детском доме отменное. Да и на развитие есть деньги. У государства появились деньги. Это выделяется на наши программы. А еще что самое ценное, я могу отметить. Государство сейчас дает возможность нам самим попытаться при реализации каких-то программ, грантов. Делать вот это обогащение. Выиграешь грант, получишь определенную сумму. Пожалуйста, приобретайте, возите, развивайте детей. Это уже зависит от руководителя. А если ты не хочешь ничего делать, если ты сидишь просто так, сложа руки и надеешься только на государство, извините. В общем, если творчески работать, то можно и получать грант в 400 тысяч рублей на развитие патриотического воспитания, как это нынче произошло в детском доме номер один. Но, подметила я, еще одну примету стабильности нашей жизни, говорит Надежда Щербина. Детей, брошенных по сравнению с теми, 90-ми, стало меньше. А ведь о стабильности общества можно судить по тому, как живется старикам и детям. Вот вспомните, у нас два детских дома в городе Полевском, и мест не было. Все было забито. Звонят Надежда Ивановна, вот надо устроить ребенка, если у вас места нет, забито. Вот на сегодняшний день я могу сказать, что уже пять детских домов закрыто в области. И тот факт, что некоторые детские дома не укомплектованы полностью. То есть есть свободные места. Это о чем говорит? Это говорит о том, что меньше стали, наверное, лишать детей. Это очень хорошо, если такая проблема уже у нас немножечко снижается. А еще может быть такой фактор, что сейчас очень хорошо отработаны формы семейного устройства детей. В российские, в основном, семьи. Это о чем говорит? О том, что тоже благосостояние людей повысилось. А вот сейчас в детском доме готовятся документы на троих ребятишек. Скоро они будут жить с мамой и папой. Значит, делает вывод Надежда Ивановна, у детей появилась уверенность в завтрашнем дне. Иначе они бы не решились на создание семьи. И уж точно эти люди не думают о политическом брожении вправо или влево, как те, что пытаются расшатать страну. Я считаю, что люди, которые не хотели работать, а хотели только при помощи громких слов и красивых фраз иметь какие-то блага, они, наверное, и остались. Но те люди, у которых менталитет немножечко поменялся, и которым сейчас говорят, работай, твори, будешь получать. Но нельзя вот так сидеть и ждать, когда государство тебе ни за что будет платить вот такую заработную плату. Есть своя позиция и у Надежды Ивановны. О ней красноречиво говорит вот такой пример. Жила в детском доме девочка Алина. Десять лет назад она написала письмо Путину, в котором поздравила его с днем рождения. Он прислал ей ответ с книгой и фотографией, подписанной собственноручно. Тогда Алина и решила, буду учиться в Санкт-Петербурге, где учился Путин, и буду журналистом. И обязательно поздравлю Путина с его 60-летием. Мечта девушки уже исполнилась наполовину. Она учится на втором курсе журфака. Ольга Фролова, Евгений Просиков. Новости нашего города.